Всем привет! Вы на канале Свабзона, мы в Краснодаре, меня зовут Василий. Частенько к нам поступают звонки от потенциальных заказчиков, которые хотят получить готовый проект здесь и сейчас. Вопрос один. Что-нибудь продается? И начинаешь рассказывать. Что продается, кто вроде бы собирался продавать. И вот сегодня именно тот случай, когда продается один из наших проектов. Это Nissan Patrol, 2008 год, 61-й кузов, рестайл. Здесь установлен двигатель Trio ZFE и сейчас более подробно обо всем постараюсь вам рассказать. Я потихоньку начинаю превращаться в джипера и будет очень страшно, если мне понравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, давайте по порядку начнем. Изначально в 2021, по-моему, году этот автомобиль прибыл к нам из Архангельска на Газели. Его ZD30 был практически разобран, мы его сняли. Тогда мы сюда установили двигатель Trio ZFE на пятиступенчатой АКПП. Изначально он был на механике, салон тоже переделывали под автомат. После чего, закончив этот проект, я его откатал. Владелец его забрал. Совместно с нашими партнерами в то время была установлена подвеска TouchDog. В общем, какой-то комплекс был работ по именно ходовке. Ну, сейчас я уже подетально это все не вспомню. Поэтому, в принципе, тот видеоролик есть на нашем канале. А ссылочку я оставлю в описании. На этот видеоролик можете пройти и посмотреть. Но сегодня этот автомобиль несколько изменился. То есть, изначально, когда мы его выдавали, это был стандартный автомобиль с небольшим лифтом подвески на стандартных патрулевых колесах. То сегодня автомобиль преобразился. Конфигурация двигателя Trio Z под капотом классическая. То есть, установлен двигатель с АКПП через переходную плиту. Сохранена штатная раздатка от патруля. Карданные валы у нас без изменений. То есть, не резанный радиатор остался патрулевый. Электровентиляторы установлены еще тойотовские с плавной раскруткой. Воздушный фильтр классический в патрулях остался на своем месте. В общем, в принципе, все то же самое, что мы делаем сейчас, кроме электровентилятора. Сейчас ставим помощнее. И педаль газа установлена еще старого образца. Но пока автомобиль у нас... В техническом задании у нас есть этот пункт. И педаль газа мы обязательно заменим. Выхлопная система на этом автомобиле построена тоже классическим образом. Это обычный глушитель от 120 Prada, как мы всегда делаем. Максимально тихий, потому что этот автомобиль изначально строился для леса и круизных каких-то поездок. Крузер назовем, да? Стоит прямоточный резонатор. Но катализатора на этом автомобиле еще нет. Катализатора здесь нет. Поэтому, если будет нужно, можем доставить. В принципе, по технической части, что добавить, я не знаю. Селектор, кстати, здесь установлен от автомата. Я покупал полностью консоль, только с дористо. Вместе с нижней чашей, с селектором и сама вот эта пластмасса. Пластмассу я отдавал в Аквапринт. То есть, в том видеоролике я это все рассказывал. Можете еще раз говорю об этом, посмотреть более детально. Также здесь установлен вот этот блок кнопок на руле для круиза. Ну и, в принципе, что? Классический патрол, который мы делали, получается, 3 года назад. И он до сих пор ездит. И с того момента, после свапа, он проехал по факту 25 тысяч километров. А всего этот автомобиль проехал 225 тысяч километров. По какой причине продается этот автомобиль? Продается он по той причине, что он просто простаивает. Вообще, изначально этот патрол строился как лесной. То есть, это средство доставки человека на какой-то отдых. В какой-то момент это стал покатушечный патрол, по грязи куда-то съездить. Но он никогда не участвовал ни в каких там боевых заездах. То есть, это покатушки не в группе вот этих джиперов, которые я вообще не понимаю. Так, сами ребята собрались вчетвером, поехали где-то покатались, может быть, порыбачили. И в какой-то момент средство доставки изменилось. То есть, это стали какие-то квадроциклы, какие-то еще виды техники. А патрол, он нарядился, но при этом начал стоять во дворе. Когда автомобиль стоит и простаивает, все прекрасно знают, что толку от этого мало. Стоит, как говорится, ломается, резинки сохнут. Автомобиль должен ездить, должен работать. Владелец подумал, позвонил и спросил, сможем ли мы помочь ему в продаже этого проекта. На что я сказал, что да, потому что этот автомобиль строили мы. Этот автомобиль я знаю. Плюс мы живем на юге, здесь горы, здесь эта тема гораздо сильнее, так скажем, развита. Нежели человек поедет посмотреть патрол в Архангельск. И в случае, если он не понравится, ему придется возвращаться. Или на нашем живописном красивом юге. Поэтому я сказал, привозите, точно так же, как и привозите генеральную доверенность, по которой я могу делать абсолютно все. Так что все вопросы по приобретению этого автомобиля обсуждаются со мной. Вот таким образом этот автомобиль оказался сегодня у нас. Вот так выглядит этот автомобиль в повседневной жизни. Есть вот такие вот у него царапины от веток. Есть вот здесь вот, видимо, от бревна и царапины, и вмятинка. Но на патрулях это как бы стандартная картина, потому что в основном на них и лазят по лесу. Сейчас этот автомобиль преобразился по сравнению с тем его состоянием, когда я его видел в последний раз. Появились силовые обвесы, появился багажник, появилось много чего. И сейчас буду потихонечку пытаться вам рассказать. Владелец человек очень педантичный, поэтому все сертификаты на вот это навесное, все находятся в бардачке. То есть это все куплено, куплено не абы где, а в нормальных магазинах. Итак, бампер передний и бампер задний. Это фирма АМЗ, металлический. Здесь по две противотуманки с каждой стороны, а также под номером у нас располагается лебедка, по-моему, Комап 9500. Трос на лебедке установлен некий вларовый, обычный металлический. Лебедка с дистанционным пультом, а также есть обычный проводной пульт, он лежит где-то у нас в багажнике. Задний бампер та же самая фирма, он имеет две калитки. На одной калитке у нас расположено запасное колесо с вынесением номерного знака, а вторая калитка это лестница. В заднем левом крыле этого автомобиля установлен компрессор. Компрессор нужен для того, чтобы включать заднюю пневматическую блокировку в мосту. В переднем мосту блокировки здесь нет. Хабы автоматические, стандартные. Резина это у нас BF Goodrich, 35-я АТшка. Багажник это фирма СТК, это какая-то сибирская фирма, точно так же, как и подножки силовые. На багажнике установлен в круговую свет, свет фирмы Аврора. На этом автомобиле установлен топливный бак объемом на 140 литров из нержавеющей стали, а также сейчас в багажнике лежит шноркель и уширители арок. То есть, если его потенциальный новый владелец захочет нарядить его вот в это все, то можем это сделать мы, можете сделать самостоятельно, либо это все добро просто останется у вас как подарок, бонус к приобретению этого автомобиля. Далее, по технической части могу добавить, что на этом автомобиле переварены пороги. Переварены и обработаны антигравием. В принципе, по внешке этого автомобиля, наверное, все. Это сильные стороны. Теперь давайте о слабых. То, что я сказал, есть вот здесь вмятина и достаточно серьезная царапина, но, скорее всего, она заполируется. Здесь, видимо, тоже зеркало получило небольшой удар. Здесь вот есть небольшая сквозная рана. По передней части немножко подвыцвевшие фары, но, в принципе, этот цвет в патрулях он никуда не годится, поэтому фары по-хорошему в любом случае менять. Противотуманки нужно отрегулировать, и тогда даже с этими фарами будет добротный свет. Потом у нас есть брызговики с такими вот надписями Nissan из нержавеющей стали. Эти брызговики стоят сейчас только сзади, а также есть еще и передний комплект. И они специально широкие для того, чтобы в случае установки уширителей арок по аркам можно было бы подрезать эти брызговики, тогда будет законченный гармоничный вид. По салону автомобиль тоже немножко претерпел некоторые изменения. Сидения, как вы можете заметить, это нестандартные, не патрулевые. Это BMW, по-моему, E65, это BMW 7, сломающийся спинкой. Здесь есть подогрев, есть вентиляция и куча регулировок. Атаманка, спинка, боковая поддержка, в общем, все-все-все. На водительском сидении есть еще и массаж. Эти сидения устанавливал владелец сам. Для того, чтобы их сюда установить, пришлось снять вот эти вот стандартные кармашки с дверных карт. Сама вот эта регулировка на самом деле не особо удобна. То есть в процессе эксплуатации, когда ты едешь за рулем, если ты не знаешь, как распоряжаться этим сидением, то достаточно непривычно. Но поездив на нем пару дней, я быстро привык. То есть ничего сложного на самом деле нет. Дело времени. Конечно, выглядит это немного незаконченно, но, наверное, как-то это дело можно облагородить. Либо в случае, если эти сидения кого-то не устроят, мы всегда можем установить сюда обратно стандартные, а эти с ними мы отдадим владельцу. На самом деле эти сидения, это очень дорогая позиция. Они реально крутые и удобные. Они с установкой стоят почти 200 тысяч рублей. Вот. У них куча-куча всяких регулировок. Тут куча кнопок. Конечно, круто. Но не знаю. На вкус и цвет. Сзади в багажном отделении у нас есть третий ряд сидений. Калитки открываются вот таким образом. Я, конечно, не джипер. Я все-таки любитель комфорта. Но показать, по крайней мере, это я вам смогу точно. В багажном отделении этого автомобиля располагаются два сидения. Здесь обычно ездят дети. А также лежит фаркоп. Фаркоп устанавливается у нас классически сюда. Все это дело у нас будет мыться, чиститься, наверное, перед продажей. Но, в общем, в принципе, все стандартно. Ничего тут особенного нет. Вот, как я говорил, вот в этом крыле у нас установлен компрессор. И здесь вот есть быстросъем для подкачки колес. По задней части автомобиля тоже вот здесь должны были быть установлены, скорее всего, какие-нибудь светодиодные фонари. Но руки не дошли и уже не дойдут. И частично переделаны вот эти у нас фонари. То есть здесь габарит, здесь повороты с обеих сторон. А здесь у нас стоп. Задний ход не подключен никуда. То есть он штатно был подключен. Сейчас планировалось все это дело перенести сюда. Поэтому временно человек использует верхний свет для того, чтобы ехать назад. Давайте покажу, как выглядит под капотом здесь все. Все, как мы когда-то и делали. То есть это обычный 3УЗ на 5-ступенчатая КПП. Уже тогда мы переносили косу. Вот неудобно с патрулями работать, потому что они высокие всегда. Уже тогда мы переделывали косу. То есть ДМРВ здесь перенесен. Сам блок управления двигателем располагается внутри в салоне. Коса у нас удлинена. Вот ее точка входа. Далее. Сейчас у нас есть проблема по клапану VVTi. Это получается пассажирская сторона. Клапан уже заказан. Ну и я уже сказал, что педаль. Педаль газа. Это дело тоже у нас есть. Мы это все поменяем. Кондиционер здесь работает. То есть сейчас мы сюда ехали с холодком. Диагональ патрубков на радиаторе стоит правильная. Это ТБшный у нас радиатор. Ну и адсорбер. Адсорбер установлен. То есть все в принципе как мы делаем обычно. За исключением того, что вот здесь я вижу появились какие-то релюшки. Это абсолютно не мой стиль. Это судя по всему делали вот это наверное освещение на крыше. Либо это противотуманки. А также вот здесь вот подписано реле радиатора. Ну здесь в принципе это наверное делал я. По подкапотному пространству в принципе рассказать нечего. На вопрос употребляет ли масло этот двигатель владелец сказал, что нет. За 25 тысяч явно можно было бы понять ест он или не ест. Потому что если ездить по лесу 25 тысяч километров, то это прилично. Ну наверное тысяч шесть это туда-обратно Архангельск-Краснодар. В принципе все как было, так и осталось. Немножечко подморалось. Немножечко что-то подзапылилось. Но в целом обычный стандартный свап на 3UZ-FE. Не надо ждать. Ну и естественно цена. Вы наверное все уже устали ждать. Да когда же он скажет сколько он стоит. Стоит этот автомобиль вот прям сейчас. Вот так вот прям вот как есть. Он стоит 3,5 миллиона. Если мы что-то будем делать по желанию потенциального заказчика. То естественно нужно все обсуждать. Какие-то допы. Может быть что-то убрать, что-то доделать. Может быть нужно будет сделать антикор. У нас есть теперь в Краснодаре организация. Которая занимается антикором. Делают качественно. Качественными материалами. То есть допустим если взять сейчас этот патрол и заантикорить. То мы просто так скажем делегируем эту процедуру в эту организацию. И спокойно скажем, что все сделано качественно и качественными материалами. В салоне сиденья, как я уже сказал, мы можем заменить. Можем сиденья отдать в реставрацию. Салон все равно не новый на этом автомобиле. Поэтому все вот эти вот вопросы нужно обсуждать. Ходовую мы в любом случае перетрясем. Потому что сейчас на автомобиле по ходовой есть некоторые моменты. Но к моменту, когда мы будем выдавать этот автомобиль, в любом случае уже будет сделана вся подвеска. А также скорее всего будет уже установлен шноркель. Но у ширителя арок это по желанию. Поэтому в описании к этому видеоролику будет мой номер телефона прямой. Звоните на него, задавайте свои вопросы по поводу этого автомобиля. Мечтателей я прошу оставить свои мечты в комментариях. Пишите, рассказывайте, что это очень дорого, дорого или нет. Нормальным, пожалуйста, welcome, звоните, будем разговаривать. В принципе, учитывая сегодняшние цены на автомобили, я полазил на Авито, посмотрел сколько стоят подобные проекты. Но я не нашел ни одного с открытым капотом, потому что, скорее всего, что-нибудь там да не так. Здесь же наоборот. Все прозрачно, все показываем, все рассказываем и говорим, что можем сделать. То есть догнать до четырех этот проект вообще не проблема. Есть чем позаниматься, можно задетейлить, можно все перетянуть, покрасить. Автомобиль сейчас стоит на учете на юридическом лице. В принципе, продажа по безналичному расчету тоже запросто может произойти. Не знаю, там НДС, не НДС. Вот эти моменты все можно обсудить. Ну, и также и приветствуется и наличка. Газобаллонного оборудования на этом автомобиле нет. И есть вот такая вот штуковина. Она очень сильно похожа на мигалку, но это не мигалка. Это, видимо, GPS. Магнитофон двухдиновый, достаточно старомодный. Экранчик темненький, но он есть. Камера заднего хода есть. Ну, и есть еще, вон там грядочка кнопок. Там включается боковой свет, задний свет. В принципе, на сегодня, по-моему, все. Что рассказать еще про этот автомобиль, не знаю. Если забыл, а у вас остались интересующие вас вопросы, то звоните, задавайте. Поздравляю всех с праздником Победы. С вами был Василий, с Вабзона Краснодар. До скорых встреч, всем пока.